Анкара подписала договор с Москвой о покупке российской зенитно-ракетной системы С-400. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития период турецкого агентства Анадолу. МИД Турции, устами своего министра Мевлю Тычеву Шаглу, заявил об этом еще в конце апреля. И с тех пор несколько встреч, которые были между Путиным и Эрдоганом, видимо, эту идею перевели уже в практическую плоскость. Договор, видимо, в первых чертах подписан. Будут согласовываться только технические детали. И на сегодняшний день мы знаем, что Россия готовится поставить Турции две установки и еще две будут собирать непосредственно в Турции. Переговоры о поставках в Турцию новейших комплексов С-400 ведутся на высшем уровне с 2016 года. Весной 2017 года эта тема затрагивалась на встрече Владимира Путина и президента Турции Реджеп Эрдогана в Кремле. В мае, по данным источников, Россия предложила Турцию купить комплексы по цене 500 миллионов долларов за дивизион. В Турции жизненно необходимо такое оружие. Допустим, будет создан Курдистан. Может быть, объединенный сирийско-иракский. Может быть, часть Турции в него войдет. И велика возможность, что с этой территории будут обстрелы или турецких войск, или турецкой территории ракетами. Конечно, система С-400 гарантирует практически полное сбивание подобных ракет. Ну, кроме того, и самолеты попадают в зону поражения. И, кстати, даже объекты на космической орбите. Это предохраняет Турцию от некоторых угроз со стороны США. Ранее в Пентагоне выразили озабоченность желанием Анкары купить российские комплексы, потребов объяснить этот шаг. Кремлени стали комментировать информацию о подписании с Анкарой документов по поставке С-400. Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов отмечал, что технические вопросы по контракту уже решены, остались только административные детали. Турция объективно заинтересована в стабилизации региона. Ее неосманские взгляды последние показывают, что она, конечно, расширяет сферу своего влияния, но совершенно не заинтересована в конфликтах на ее границах. А для американцев, наоборот, управляемый конфликт, управляемый хаос – это гарантия их превосходства, их руководства, ну и определенный инструмент для того, чтобы не дать объединиться всей Евразии. Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф», пока не имеющий аналогов в мире, предназначен для поражения воздушных объектов, включая самолеты и баллистические ракеты. На сегодняшний день Россия заключила контракт на поставку систем С-400 только с Китаем. Также ведутся переговоры с Индией. Диана Шилова, Владислав Митневский, Универ Ньюс.